так все стоп стар сделал надо анонс запилить перепилить точнее то что уже это все-все переименовал хэппи против вердоса сейчас шоу-матч будет так тогда пока что если до 19 все-таки ждем я стартану алмазный зеркс какой-то черепушка опасный тут ну что тиранические тираны спешивая газа мне кажется все Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, Хэппи против вердутся. Начинаем, наконец-таки, сам матч. Первый матч из серии шоу-матчей, который Хэппи решил запилить. Вы можете поддержать, естественно, этот матч. Ссылочку я вам кидал. Я не знаю, кто там создавал, не обратил внимания, с модом ли создано. Вот сейчас ссылочку я вам кину еще раз на шоу-матч. Семь тысяч призовой на данный момент. Не обратил я внимания, как там на два места распределено или на одно. Наверное, на два. Так же, кому интересно, поддерживайте. Да, на два места. 4 900 первое, 2 100 второе. Никто... Никого не обидит. Не обиден. Получается. Ну что? Первая карта Сумеречная башня. Эвердос Красный процесс. Хэппи Синий Тиран. Хэппи Сверху, Эвердос. Снизу появился. Гейт. Гейт Нексус. Да, гейт Нексус. Кибернет. Стандартный билд абсолютно такой сейчас идет. Кто-то жрать хочет. Надо будет покормить кошку в какой-то момент. Вот у пилончик зафилин. Второй. Газ пошел, Эвердос второй. Так-так-так. Гейта второго пока не наблюдаю. Хэппи идет в разведку. Хэппи играет через передроп свой любимый. Депошечка третья. Хэппи пошла. Так, чтобы контролить вот это направление от всяких дропов, передропов. Смотрите, что Эвердос ставит. Решил пораньше роба забилить. Находит КСМ-ку. Отменять телепорт нужно. Пришлось Эвердосу отменить телепорт, но КСМ-ку все-таки словил, уничтожил. Адептик идет вперед. Адептик идет вперед. Проходит мимо минки. Подходит к рампе. Ну, Эвердос точно не знает, что Хэппи делает, но он представляет, я думаю, что это... Уже понятно, что это не рипер точно, а учитывая, как Хэппи обычно играет, понятно, что скорее всего это передроп какой-то с минкой. Так оно и происходит. Минка идет к шестимарикам. Все, всадится медивак и полетела. Здесь уже вовсюду обыча идет на второй базе. И есть Апсервер, что самое главное. Мазеркор тоже почти на мэне готов. Третий пилон пошел. Минеральную линию все это дело прикрывает. Здесь адепт Сталкер Апсервер. Два адепта Сталкер Апсервера. А на мэне Мазеркор охраняет. Так, на красивую игру. Минку сбривает Вердос. Сталкер с адептами неплохо здесь провожает. Дробщик вообще не прошел. Ой, на... А нет, вру. Не на один, на два выстрела не хватило. Сейчас еще бы Сталкер залп нанесли бы, если бы вдвоем с вами медивак бы погиб. Но так и так, обратите внимание, какое начало для прот. 40, 1, 29, сейчас 28 только что рабочих было. То есть, преимущество экономическое просто. Ну, 45, 30 примерно будет. Ну, хотя нет, не совсем так. Но хорошая. На четверть больше лимита 60, 45. То есть, у Вердоса все замечательно в первой игре прямо-таки. Ну, а здесь 3-ти ЦЦ-шка. Ну, пора бы уже отбивать вот эти вырывы от Хэппис без потерь. Почему? Да потому что уже приелось, как бы уже готово, уже подстраиваются. Апсервер вперед полетел. Здесь Нексус собирается ставить Вердос, насколько я понимаю. Да, пошел Нексус 3-й. Ну, и с технологией, в общем-то, поперли. Плюс 1 заказывается в ФАЖе. Плюс 1 важны в ПВТ. Сейчас, не меньше, чем в ПВЗ, всю историю Старкрафта. Как в первого Старкрафта, когда зилки с двух ударов лингов распаковывались. Плюс 1. Так и во втором тоже самое, собственно говоря, осталось в плане смысла, в плане физики грейда плюс 1. Так и с тираном сейчас плюс 1 важен. Почему? Потому что адепты не с трех ударов, а с двух мариков убивают. Точно так же, как зилки лингов. ПВЗ. Так, здесь вообще-то оборона есть. Пилончик еще один пошел. Обсерверы развешаны. Один вот здесь, на мэне, прямо здесь, в минеральной линии висит. И Мортал, вот Вердос подстраивает. Два Сталкера держат на второй базе. По уровам в плюсе, по общему лимиту в плюсе. Здесь ЦЦ-шка Морфидс уже намного раньше. Вердос прям начнет добычу. Здесь дистанц майнинг уже во все идет. В минеральных линиях по 16 пробок оставил идеально. И перевел все остальное вот сюда, вот на третью базу. Так, точка сбора. Ну, кстати, не все рабочие с минералами. Зачем их было так ставить? Нужно вот так их ставить вокруг Нексуса, если они с минералами только. Хэппи Видит Сканет, третий Нексус. Понимает, что нужно третьей ЦЦ-шкой сразу же вылетать. Что сейчас и делает? 59-46 на рабочем, ну, 45, ну, на четверть будем считать впереди Вердос. Преимущество хорошее. Так, 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 только что на стриме мы, когда комментировали финал, Вердос говорил о колоссах, о важности их. Ну, там было про ПВЗ, правда, но ПВТ он колоссов тоже начинает строить. Посмотрите, колоссик выходит. Первый уже на мейне фотонку для перестраховки запиливает. Ну, Мазеркор с полной энергией, плюс фотоночка для обнаружения. Да и демедж она наносит тоже неплохо. Короче, все хорошо. Здесь выход идет. Марики, Мародеры, Циклон, Минка. Прекрасно Вердос все это видит. Скоро уже будет готов блинк. Скоро второй колосс выйдет. По РЖ плюс два заказано, тоже очень важно. Опережает тирана еще по грейду. Это тоже хорошо, безусловно. Нет пока рейнджа колосса, рейндж, конечно. Ну, без рейнджа пока можно пожить некоторое время. И ты добавляешь. Сканит Хэппи, видит прекрасно, что здесь происходит. Минка видит закопано. Так, колосса там что ли схватил? Так, фокуснул Циклона сейчас Вердос за то, что он колосса. Тут, смотрите, колосса как напек его просто. Все поля снял, еще и 10 хп успел снять. Нагляет, нагляет Циклон. Апсервер прилетает, колоссами Вердос идет вперед, выбивает минку колоссами. Минус минка. Хэппи понимает, здесь колосса. Понимаешь, надо как-то реагировать. И Либератор из двух Старпортов уже пошли. Двух Старпортов. Прошу прощения. Здесь пилоны добавляются. Адепт идет четвертая базь. Там минка закопана. Блочит она четвертую. Вердос собирается четвертую, как я понимаю, вот эту ставить. Не зря же здесь пилоны билят. Похоже на то. Пока игра очень пассивно проходит. Вердос не пытается подхарасить. Сейчас только-только призма будет готова. Полетит вперед. Вижу здесь архивы темпларов. То есть добавление к этому миксу Шторма, я так понимаю, сейчас намечается. Видит то, что минка на четвертой базе есть. Апсервера нельзя в рейнш минке заводить. Иначе скан бы мог сбить этот апсервер. И было бы печально. Здесь очередной скан пошел. Вердос идет вперед, насколько я вижу. Или что это происходит? Да, идет вперед. Добавил два колосса. После двух колоссов вообще ничего делать с этим не стал. Но проблема в том, что Шторм не особо либератор в контрит. То есть вот этот свитч с колоссов прямо к Шторм сейчас... Конечно, это все хорошо. Но так. И Хэппи прямо сразу уводит два медивака. Но потом понимает, здесь три юнита крестом. А здесь пуш идет. Вполне возможно, что Вердос пойдет до конца. Но Вердос отступает. Сейчас... Но зато Хэппи заставил вернуться. Здесь уже шесть либераторов. Не, на шесть либераторов лезть, конечно, на таких вот стационарно разложенных. Это вообще печаль полная. Призма, наверное... Сейчас Харас пойдет. Но Призма пустая, врывает. Точнее, не пустая. Она вот где-то здесь будет Вердос варпить. Видимо, в нее что-то потом только врываться. Здесь туреточки пошли очень тайминговые. Хорошие. Потому что Хэппи видел Призму вот здесь вот в атаке. И понимает, что... Она может в любое место сейчас переместиться легко. Так, здесь минус обсели. Марикова ответку Вердос забирает. Хэппи выходит на четвертую Сэшку. Здесь четвертый Некс уже добывается. По лимиту Вердос в плюсе. Призма врывается. Здесь Адепт сидят. Не дропаешь же Адепт от Вердос. Дропает четырех. Три только успели дропнуться. Но они хорошо наваливают тут, смотрю. Пять КСМ-очек уже минус. Телепорт пошел на вторую базу. Ну, турецку не получится откокусить. Один только Адепт успел телепортнуться. Но он тут... Одну КСМ-ку только успел сбрить. Два бы успели бы телепортнуться. Побольше бы, наверное, Вердос бы сбрил. Ходит здесь без Призма. Пытается развести Хэппи. Ну, кстати, посмотрите, вот отсюда можно обойти. Ну, Хэппи видит, что здесь можно обойти. И тоже Либератор раскладывает. В итоге ломится сюда для процесса печаль. Нужно наращивать продакшн. Нужно увеличивать количество грейдов. Абсолютно точно, что Вердоса пытается сделать. Пытается здесь Мариков подрезать. Вот здесь вот неплохая позиция высматривается. Хотя Либератор здесь тоже прикрывает. И если его фокусить сталкером, нужно блинкаться вниз. А блинкнувшихся вниз сталкеров легко примут Марика-мародеры. Так, вижу, тут гораздо раньше. Прям не вообще, не знаю, 10 минут назад. Но минуты на 2 пораньше, вот по сравнению с тем, как Вердоса ставит. А он сейчас вот только ставит Флитбикон и Старгейты. Пару минут назад их нужно было ставить. Конечно, здесь Темпесты нужны. Против вот такого микса Тирана без Темпестов здесь делать нечего. Тройной дропщик заходит сейчас. Здесь сталкеры прям идеально стоят под этот дроп. Посмотрим, как Хейпст реагирует. Залетает на 4-ю базу. Пошел перед дроп. Вердоса сталкера на хайграунде стоит. Блинк вниз пошел. Вот Медивак и Медивак. Здесь Фатонка очень сильно помогла. Возвращаются колоссы. Возвращаются сталкера. Нужно фокусить Медиваки. Почему Твердос... Вот, наконец-то начал их фокусить. Медиваки расфокусил. Дроп отбивает. Ну, с минимальными потерями для экономики. Ресурсов достаточно много осталось. Вижу, там скорость. Какие-то призмы делаются. Ревелэйшн надо бы кинуть. Твердос летит на муви. Минус Аракул. Ревелэйшна не будет. Контроль. Сейчас слабенький показал, конечно, на Аракуле. Так, сталкеры заходят. Что здесь будет? Здесь будет попытка прохарасить. Ну, блин, как все вниз было, совсем не обязательно. Ну, это отдача лимита, чтобы темпистов добавить. Сейчас микс. Плюс один на воздух делается. Два темписта строятся. Где-то третий старгейджи есть. Где третий-то? А, вот он, третий. Можно по три уже темписта строить. Врыв идет на пятую базу со стороны хэппи. А что здесь все такие перестимпачные? И зачем мне Цус-то Вердос так рано отменил? Мне показалось, что можно и не спешить отменять, пока все перед полудохло и эти юниты разваливаются. Сливает Вердос и Медивак этот хэппи. Есть один темпист уже в миксе. И сейчас еще три будут. Скоро готово. У хэппи, ну, очень много либераторов. Викингов уже добавится. Он на воздух уже ставочку здесь делает, я бы сказал. Видит темписта. Темпист отгоняет либератора. Сейчас нужно продолжать грейды делает. По земле 3.1. По воздуху плюс один заказан. Второй армор. Воздух. Где кибернетка? Кибернетка. Вот она на мэне. Вторую атаку нужно делать. Сейчас продолжать. Хэппи идет вперед. Получает шторм. Потом следует ЕМП по птиштормовику. И уже шторм больше не будет. Так. Нужно шторм кинуть. Кидается шторм. Но зашел. Глубоко зашел сейчас птиштормовик. Попал на либератора. Либераторы на хайграунде раскладываются. Ну, темписты есть. Все нормально. Так. Хэппи есть викинге. Нужно кинуть сюда ревелэйшн. И темпистами просто выживать. Пробок желательно отвезти. Темпистов 3 штуки есть. Дальше сюда под потонки наламываться. Конечно, вот так вот принимать просто и все. Хорошо Вердос здесь Хэппи отгоняет. Но Хэппи 11 пробок сейчас убил. Это неприятный момент для Вердоса. И он не восстанавливает рабочих сейчас. Хотя нет. Часть восстановит. Ну, темпистов заказывает. Опасно, конечно. Переводится с толкера к пятой базе. Ну, что, здесь аккуратнее нужно Вердос. Действует достаточно агрессивно. Агрессивные блинки идут. Хэппи втыкает сейчас 3-3 грейдами. Посмотрите, пятую базу занял. Но 3-3 грейдов пока нету. Аккуратнее нужно быть. Вот так вот лезть. Вот, кстати, у Хэппи, если он землю потеряет, то переварком его может Вердос брить. Почему? Да потому что увидите, что здесь не так уж много-то и земли. Вару штормов. И это может зарешать в итоге. Хорошие на развороте атаки от Вердоса. Темпистов, темпистами выживает Либераторов. Либераторов ступает назад. Ну, гастов очень много. Шторм хороший пошел наперед. Сейчас кидает Вердос. Но темписты хорошо наваливают. Сплит пошел. Шторм. Еще один Хэппи идет под Шторм. Попадает под Шторм. Либераторов выживает сейчас Вердос. Очень много, очень много темпистов уже стало. Это 9 штук. 9 это реально гигантское количество. И тут проблема у Хэппи. Посмотрите, хорошую такую макроигру Вердос демонстрирует. Гастов подбревает. К пятой базе выход идет. Но тут планетарка. Сможет ли с планетаркой Вердос так бороться? Плюс доварпа у него здесь нет. Вот в чем печаль заключается. Очень большая. Еще Либераторов Хэппи строит. Либератор, конечно, хорошо. Но так, Штормовики под ЕМП все не попадают сейчас. Хэппи сканет. Видит, что происходит. Пошел на лом. Шторм. Раз, пошел. Два, шторм пошел. По Марикам шторм попадает. Как у нас тут будет по земле Битл проходить? Я не знаю. Есть один Батлкрузер у Хэппи. Что это еще за Батлкрузер такой? Батлкрузер минус. Три, два агрейды. Сто восемьдесят на сто тринадцать. Один ноль Вердос. Абсолютно точно. А что Вердос всегда-то так не играет? Я не понимаю. Какой-то мудрить какую-то хрень делает. Очень четко отыграл сейчас, я бы сказал. Ну, посмотрим, как дальше игры сложатся. Ну, первую игру Вердос хорошо очень даже отыгрывает. Прямо, ну, это подстройка отчасти под Хэппи. Вначале, то есть, вначале дэмэджа Хэппи не нанес, но потом-то безошибочно Вердос действовал. То есть, потом не дал Хэппи шансов тоже как-то изменить этот бой. Сто четыре, сто на сто восемьдесят пять. Ситуация по лимиту. Либераторы особо здесь ничего не убивают. Они вообще достают Вердос сам вперед. Идет Гэгэй, пишет Хэппи. Ждем следующую игру. Разговорил, что кастомы катал. Так, ждем хост. Так. 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 кажется паша создает сейчас я яблочко доем ребят яблочко это важно без яблочка никуда яблочко и яблочко Продолжение следует... Так, всё, не дали мне спокойно яблочко съесть, чёрт побери. Начинается вторая игра. Какая ещё скорость призмы. 1-0 вердоз, ребятки. Всё, извиняюсь, но... Яблочко. Прям сразу доедаю. Продолжение следует... Огрызок некогда. Так. 2-0 вердоз. Карта «Центральный протокол» у нас вторая, обратите внимание. Здесь, судя по всему, через рипера хэпич начинает. Да, по газу очень похоже. Именно рипер и пошёл. Овердоза. 2 гейта «Адепт». Выход в «Нексус». 2 гейта «Адепт» и выход в «Нексус». Второй пилон ставится. Кстати, видел билды, когда 2 гейта от «Кибернетка» также, «Нексус», а потом только пилон вот этот вот ставится без второго газа. Получается 2 адепта с «Нексусом». Интересный такой билд. Ну что, приходит пробка. Здесь у нас 2 сталкера заказаны. Пробка разминулась с рипером. Кстати, хэпи прям просто взял сюда и пролетел. Прям просто вот так. Скажите, а хэпи разведывал вообще? Я что-то внимания не обратил. По-моему, ни хрена там хэпи не разведывал до этого. Ну, бывает, проперлось сейчас. Просто прилетел куда... С первого раза вообще-то куда летел, куда и прилетел. Там и жил протас. Улетает рипер сейчас. Здесь у нас пробочка сныкана. 2 сталкера еще строятся. Что, Вердоз, сейчас еще прессовать хэпи собирается? Похоже на тот. Мазеркор прилетает. Минус КСМ-ка, бункер здесь, который оставил. Так, пробка выезжает сейчас. Пилончик хочет. Вердоз прямо под застройку стоит. Чего он боится-то? Я не понимаю, он двух мариков с мазеркором. Бояться здесь нечего. Одного марика успел подрезать. ДПС немножечко снизится. До пилона не достает никто. Здесь пробками рипера пытался... Вот это сейчас может помешать Вердозу прям сверху удачно пропушить. Сталкеры стоят на халде. Тут, посмотрите, депошки шатают. Это, кстати, очень круто. Просто хэпи вынужден будет тратить ресурсы на вычинку всего этого. Где еще мазеркором вот отсюда можно было подлететь и депошку, собственно говоря, без потерь для себя прессовать. Ну хэпи, кстати, вычинивает депошку. Но ресурсы-то на это тратятся. Начало такое неплохое для Вердоза. Я смотрю, вижу, циклон строится. Что он? Ну он может циклон депошку захватить просто и убить ее. Фу, депошка. И вон, конечно. Здесь не эксус пошел. И блин, вот, посмотрите, Вердоз очень интересно. Хэпи сейчас обманывается. Он всем видом демонстрирует. Здесь улын, здесь улын. А улына нет никакого. И хэпи побоялся. А не, не побоялся, циклона построил. А почему он здесь стоит, я подумал. Боится оракул. То есть хэпи думает, да, и план Вердоза прямо-таки работает. То есть хэпи думает, что это улын. А знаете, что интересно? Естественно, в потерях демонстрируется, показывается нам только потери юнитов, зданий. То есть то, что было убито. А то, что на очинку идет у хэпи, вообще никак там не отображается. А на очинку он уже потратил больше 200 минералов. Это точно. Потому что представьте, сколько долго эти сталкеры, этот пилон вообще атаковали хэпи. Сейчас очень долго. Плюс они здесь будут еще стоять. И хэпи не сможет просто выйти сейчас на вторую базу некоторое время. И еще у Вердоза блинк делается. Что вообще немаловажно в данной ситуации. То есть у него будет уже блинк, чтобы принимать танки вот эти вот на дропах, на этих на харассе. На мэйни 16 пробок вставляет все сюда, переводит в итоге. Правильно и делает. Блинка пока нету. Так, заходим. Ой-ой-ой, вот это ошибка. Вердоза, конечно. Так, по циклону зал сделал. Но одного сталкера потерял. Один сталкер. Это, в принципе, не страшные прям потери для Верди. Здесь и обсервер залетает. Видит, Вердоз танк. Но нужно всех сталкеров сюда брать. Я не знаю, что Вердоз боялся. Он боялся какого-то врыва от хэпи. Какого именно врыва он боялся, я не понимаю. Не могу вам сказать. И улына дальше тоже, кстати, не будет. Это будут сталкеры харасс. Плюс призма в итоге. С призмой харасс будет хэпи. Так, что тут за голосование-то опять? А, кто победит? Танк почти убил Вердоз. Вот это лишнее абсолютно действие. Вот либератор прилетел. Ё-моё, он 8 юнитов убил. Каких он 8 юнитов-то убил? 6 сталкеров? Ну, не всех же либератор убил. Но либератор здесь убил пару пробок и ещё сталкеров убил. В итоге Вердоз теряет всё преимущество из-за этого либератора. В том числе и здесь сталкерами действует. Что нужно было Вердозу сделать? Ему нужно было с мейна сразу, как только он увидел, что хэпи дома дефится. Вот в чём суть хэпи? Вердоз был абсолютно прав под подстройки. Под стройки вот эти, то есть понять его игру, понять его мысли. А мысль его понять было очень просто. Он сейчас просто-напросто сидел и боялся дома. За это-то и нужно было просто, ну, не наказывать, но не бояться просто взять юнитов всех мейна, тем более здесь мазеркор был, просто всех сталкеров и пытаться вот отсюда ушёл на мейн, заблин, плюс пару юнитов убил, ещё куда-то там. А самому постепенно раскачивать экономику, в третий там не эксус выходить как-то, во что-то такое. В итоге этого всего не произошло. В итоге мы имеем пять гейтов, видим первый колосс, но колосс ещё без рейнджа. И колоссы современные, они танками вообще изничтожаются. Так, здесь сталкеры зашли, а что Вирдос ищет-то здесь, я не понимаю. Так, танки прилетают на хайграунд к Вирдосу. Ну, три медивака танки. Сейчас ещё один колосс выйдет. Ни в коем случае нельзя дать убить вот на робобэй. Так. Предупреждение выношу, не надо мне бичёвую свою тут аналитику в жёлтыми буквами писать в чат. Вот. Пожалуйста. 98,86. По лимитику сейчас. Ну и всё-таки Вирдос за счёт того, что у него раньше намного Нексус начал добываться, несмотря... Так. Что это было? Это была агрессивная, в общем-то, тема. Это была слишком агрессивная тема. Вирдос своего сталкера убил. Ну, всё-таки психологические проблемы Вирди не дают ему справиться с такими вещами, как вот проявление агрессии, излишние там и вот какие-то вещи такие. Взял и своего сталкера убил. Зачем? Ладно, это всё шутки. Серьёзно их лучше не воспринимать, а то можно подумать, что это обидные какие-то шутки. И здесь ничего обидного я не имел в виду. Так, третий Нексус Вирдос ставят. 114,96 по лимиту. Здесь третья ЦЦшка. Проблема очень большая в том, что грейды вообще не делаются. Пять танков у Хэппи. Четыре Викинга. По другим юмитам что? 12-18 мариков, два мародёра, циклон медиваков. Очень мало у Хэппи, но у него вот именно микс такой противо колоссов, чтобы разбить вот этот вот вердосовский микс. Вирдос добавляет дестабилизаторов, которые, кстати, могут очень сильно сейчас зарешать. Есть здесь один иммортал. 128-118 по лимиту. Вот очень много лимита у Хэппи именно в Викингах и танках находится. А в био не так уж много. Если вердосу удастся всё это поломать, то может очень неплохо дальше развиваться событие для него. Если же он развалится сейчас, то это будет ДГ. Конечно же, один бой здесь всё решит. То есть здесь очень тяжело будет разменяться вровень всем. Ну и размен вровень будет для Хэппи в плюс. Почему? Потому что вот этот лимит танки-викинги, он очень хрупкий. То есть он может развалиться на халяву, Хэппи просядет по лимиту и проиграет. Если же он более-менее нормально разменяется, он свищнется просто в био, плюс там либератор, плюс ещё что-то. Ну вот это защита главная от колоссов, от дестабилизаторов викинга-танки. Ну они могут как защитить, так и развалиться вполне могут. Здесь третий никус вердос занял. То есть у него что-то такое, я не знаю, как некоторые зырги. Вот так вот Минато любит играть там в ЗВТ, ЗВП, например. Раньше любил, то есть он делал грейдов масс. По грейдам здесь противоположная, конечно, ситуация. Но то есть он делал мало рабочих. Именно за счёт боевого лимита, за счёт того, что не терял юнитов поначалу, копился, шёл так. Выстрел дестабилизатора, но я бы не сказал, что он там прям много убил. А это что такое? Вердос вторым дестабилизатором стреляет, а он ещё дома там где-то находился. Адепты врываются, но по лимиту в плюсе врываются в танки адептами. И сейчас нужно с сталкерами как-то блинкнуться пограмотнее, наверное, чтобы сплэша поменьше танки наносили. Дестабилизатора Хэппи сразу же фокусит. Агрессивный под блинк вперёд пошёл. Вердос в мясо разваливается просто. Ну, два Иммортала сейчас помогают очень сильно. Хотя нет, Вердос тут, смотрите. Имморталы эти сейчас помогли очень сильно Вердосу. Был я не прав. Мясо он не разваливается, но лимиты абсолютно одинаковые. Боевого Хэппи больше, но у него разрознен боевой лимит. Часть он в танках, часть в медиваках, то есть юнитов, которые не могут прям в лоб драться без прикрытия. А прикрытие нужно в виде биотирана, в виде каких-то юнитов. Так, дестабилизатор есть. Выстрел пошёл. Фокус дестабилизатора моментальный. Он падает. Третью ЦЦ-шку Хэппи Вердос прогнал уже. Сам третий Нексус добывает. Рабочих начал отстраивать понемножечку. Ой, экономики в плюсе, но по-боевому совсем что-то Вердос не в плюсе. Но без танков Хэппи драться тоже не вариант на самом деле. Имморталами фокуса нет мародёров. Нужно мародёров фокусить через оклик, дерутся с мариками. Что за ужасный контроль-то такой? Да просто райт-кликом по мародёрам. Они бы сейчас упали бы, дэмэджа гораздо меньше было бы. И сталкеры бы жили бы гораздо лучше. Потому что мародёры сталкеров вообще разваливают мясо. Короче, подрались более-менее вровень. Более-менее вровень. Чего я вообще не прогнозировал. Казалось, что кто-то либо Вердос развалится, либо Хэппи развалится. Но нет, подрались вровень. Но за счёт того, что ЦЦ-шечку отогнал Вердос некоторое время Хэппи, и у него не было добычи, получил небольшой плюс. Но вот сейчас полетели Масмула, добыча Тирана явно выше становится, чем Процесса. И время сейчас совсем не на Вердоса работает. Поэтому, как я и говорил, в принципе, размен вровну. Это Хэппи на пользу идёт, потому что на перспективу у него всё хорошо. Здесь не так уж много сплэша. Голосы, они не так прям сильны. Дестабилизаторов больше нет. Шторма тоже у Вердоса нет. И особой возможности в Шторм свищнуться нет. Ну а здесь медиваков уже масс. Здесь био. Здесь много-много юнитов. Так, пилончик пошёл. Опять Вердос продолжает пуш. Есть один всего лишь здесь колосс. Филды пошли. Ну вот надо было замыкать фил, чтобы побольше юнитов отжать. Замкнуть фил не получилось. Колоссов Вердос постраивает. У Хэппи танки живут. Ну вот чем ближе Лимит 200 стремится, тем эти танки менее полезны. Потому что при нормальном... С одной стороны. При нормальном сплите, да. Там как бы при нормальном фронте, когда с полукругом нормальной позиции такой Проц дерётся. С другой стороны, если Проц с агрессивной блинки вперёд какие-то делают или в куче стоит. Если тиран рукастый, приколите, фокус танком вот сюда идёт. В адептов и в Сент-3 там, да хоть дэмэдж гигантский могут эти танки наносить. Эти юниты могут как минус, так и плюс работать. Ну а Хэппи, как мы знаем, рукастый тиран. Поэтому, я думаю, эти танки будут плют на него работать. Привет, Орландо. Привет всем, кто недавно подошёл. Так, здесь что-то летает. Залетает, садится обратно Хэппи. Вердос продолжает слушать. Ему бы шторм бы свищнулся, мне кажется, значительно лучше. Было бы пытаться СЦ-шку фокуснуть сейчас. Не так-то просто. Филды хорошие. Очень хорошие филды. Хэппи идёт вперёд. Танки перевозит ближе, чтобы отогнать. Но Вердос согнал Хэппи сейчас добыча. У Хэппи только боевой лимит плюсе. Что меня очень печалит в тактике, даже не в тактике, в стратегии Вердоса в его билде, то, что у него вообще, даже вообще нету форжи, и у него вообще не делаются грыды. Это такой улын, который, если проваливается, то он затягивается и продолжается, продолжается, продолжается. Либо ты разваливаешься, либо всё-таки в итоге додавлюешь. Либераторы прилетают, раскладываются. Вердос пытается фокуснуть либераторов. Не так просто это сделать. От блин колосса под либераторами. Ой, как он там пуляет. По сталкарам 1-1, ребятки. Не получился этот прессинг от Вердоса. Тепич сравниваю счёт. Но без грейдов как-то... Как-то печально. Всё это. Нужно всё-таки с одной форжи закреплять... Не закреплять, нужно делать атаку, чтобы там адепты сталкивались. Там всё рейнжовое. То есть массфилды и грейды очень важны именно атаки. В данном миксе. Орбитальная вверх. Создаю игру. Следующая. Так, НВА ещё всех. Орбитальная вверх. Поехали. Нет, задержки нет. В задержке нет никакой необходимости, потому что Верди сам стримит. Вот. Хэппи вроде как не стримит. Но я думаю, Вердос не подозревает Хэппи в палении стрима, поэтому он не требовал задержку. А так как сам стримит, она, собственно, и не нужна. Так как очевидно, что при стриме палить тяжеловато всё-таки. Вердос не всегда. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, третья игра, ребят. Орбитальная вверх. Гейтниксус кибернетка от Вердоса такая же. Здесь опенинг похож на... Да, это через факту от Happy, это не Reaper. Так, ладыка хаоса. Не понимаю я, про что ты говоришь. Вообще... Ага. 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 Сбрил мимку. По технологиям я бы сказал ничего хорошего здесь у просто нет. Да и по экономике в первой игре было все получше, чем в этой. Когда Averudus потом безошибочно проводил дальше действия... дальше проводит игру в общем-то не ошибаясь. Не теряя юнитов. На харассе как-то не разводился он агрессивно грамотно действовал. В общем-то с призмой, с колоссами Хэппи в напряжении постоянно держал И довел до победы Вовремя свинчнулся в темпестов тогда еще Сейчас же получится ли так Я не уверен, потому что экономического Преимущества такого нету Сейчас парабам примерно ровно Боевой ремид ровный Хэппи на третью базу сейчас вылетел В прошлой игре, в первой точнее игре Фаржа овердоса была значительно раньше В прошлой игре Хэппи доделал Плюс один, а овердос уже плюс два Примерно сейчас овердоса плюс два Была заказана, в этот раз у него даже плюс один Еще не заказано, тоже немаловажный момент Я бы сказал Даже очень существенный Мапсерверы развешаны По периметру Здесь у нас медивак, призма висит Можно врываться Сюда если врываться, можно туретку попасть Отдать просто призму Сюда ворваться можно хорошо Сюда адептов дропнуть Подойти сюда Одновременно иллюзиями куда-нибудь Куда-нибудь сюда пустить Их и неплохо сделать Так, три адепта варпятся Авердос полетел А, он обсервером видит, что Он видит обсервером, что Хэппи ушел У него юнитов здесь мало Заходит, призма и залетает Под туретку попадает Сейчас будет адептов дроп Нет, адептов дропа нет вообще В это время с танком Пио приходит Хэппи Начинает Вирдосу третью напрягать Этот газ точно сейчас будет выбит Пару-тройку пробок потерял Еще Вирдосу Рэнжа колоссом нет Поэтому и не отогнать Тут нифига Мародера Марика Еще этот циклон напрягает Неслабо Циклона Вирдос минус ну Не понял В общем, пять пробок уже Правда, потеряно Призму Вирдосу отдал Я так понял Я за ней даже не уследил Не вижу, где она вообще находится На карте ее нету Нет, в потерях призма нету А где она вообще? Вот она вернулась Судя по всему, здесь висит Нет, это обсервер Ну что, неплохо Вирдос здесь бьется Пытается танк отфокусить Не получается это сделать У блинка КД не успевает пройти Опа, хорош Вру Успевает пройти И А нет, призма погибла Я не ту открыл хрень Где-то призма погибла Да, только что призма погибла Вирдос просто призму привел домой То ли на F2 То ли ТЗ как Темпесты пошли Ну, свитч в темпестов идет Но в этот раз, по-моему, не то что Рано Вирдос делает свитч У него нет такой экономики, как в той игре То есть, у него нет четвертого Нексуса Он по лимиту отстает Тогда он постоянно по лимиту лидировал Но с другой стороны И у него нет шторма Что тоже очень важно То есть, против Биа у него недостаточно юнитов Так, Марик падает Ну, пошли грейды на воздух Грейды на воздух сейчас очень важны Здесь Марик стоит Вирдос его не видит Хэппи тоже не видит Хотя Хэппи-то прекрасно видит Что Вирдос с этой стороны вообще не ходит Своими юнитами 2-1 дреды Рейндж там Либератором раскладки пошел Много всяких, короче, вещей Запилено полезных Темпестов все больше и больше Но меня беспокоит Отсутствие шторма Шторм очень важен в этом миксе Почему? Потому что темпесты агрят тирана Когда либераторы гибнут Когда гибнут юниты Хоть и не быстро От темпестов Тиран начинает метаться Ему нужно принимать решение То есть, ему нужно либо темпестов выбить Викингами каким-то воздухом Либо принимать последний бой Если он не может воздух выбить И он ломится на процессе И если нет шторма Он может убить просто Марика-мародерами Все по земле И вместе с темпестами в итоге Потому что они против мариков Очень неэффективны Со штормом можно быть уверен Что по земле Не так-то просто будет проломить Лимиты близки 185-185 Сейчас Хэпи выдвигается вперед Здесь два сталкера были Оба погибают Хотя нет Этот ушел Хэпи не стал гнаться Так жестко Здесь несколько мариков Нужно бы их поймать Каким-то образом Так, сюда-сюда-сюда Чуть-чуть пробежали Хэпи в итоге отдал мариков Вердоса две атаки В итоге все-таки сделано У Хэпи зато 2-1 Грейды Какой момент уже готовы Нету оракулов Очень важный момент Сейчас у Вердоса нет оракулов Почему это важный момент Да потому что нет ревелейшн С ревелейшном проще все выбивать Но Вижена в принципе достаточно Вижена в принципе достаточно На четвертый некст Хэпи наламывается Пытается его сбрить И кстати по-моему Он его сбреет Но вот Вердос дал позицию Хэпи занять Просто под некстусом Сейчас Но это ошибка конечно была С его стороны Так Пытается Хэпи отогнать Вердоса Вердос неуверенно действует Вот Темпестов нужно всегда В бинт отдельно От этой армии Бинтить Почему? Потому что их просто На оклике послал И контролишь основную армию Не заходя в эти круги И все Это все что нужно Просто в данной ситуации А сейчас тирана нужно гнать Потому что у него Меньше лимита В данный момент Боевого Нужно это понимать И идти вперед Что Вердос и делает Но заходить В рейндж либераторов Тоже не стоит Ревелэйшн важен Для чего? Для того что Вот эти либераторы Можно не по амарикам Стрелять А именно Либераторов фокусить Целенаправленно Темпестами И очень неплохо Это может получать Так Что-то Вердос Туда-сюда бегает Вместо того Чтобы вперед Идти как он и хотел Очень много викингов У Хэппи уже Атака на воздух есть Вердос третью атаку По земле делает На воздух Больше градов не делает Тоже Момент не очень хороший Восстанавливает Нетсус четвертый 5370 парабам Боего лимита На тридцатку больше Это очень важный момент Темпестов 8 штук Это много И Вердос идет Кстати говоря Прессовать Хэппи Может получиться Из этого что-то интересное Потому что Флотилия воздушная Очень даже И очень сейчас Минус мародеры Идет вперед Сейчас Хэппи Либераторов теряет Моментально практически Викинги на темпестов Наламывают Ну посмотрите Сколько сталкеров Вердос прогоняет И очень хорошо Хэппи прогоняет Либератор всего лишь Один остался За счет того Что по земле Нечем сталкеров Законтрить Очень неплохо Вердос продолжает Давление сейчас Еще темпестов строят Но здесь уже Не темпесты нужны Здесь по земле Лимит какой-то нужен СЦшки падают СЦшка моментально падает Падает сенсор тавер Падают бараки Падает програкшн 160-200 По лимиту сейчас ситуация Темпестов нужно В кучу собрать Чтоб они все Все дэмэдж выдавали Моментально Если вдруг Викинги ломятся На протоса СЦшку Еще одну Вердос Собирается сбрить Викингов Видят прекрасно Где они находятся Под блинг Под викингов пошел Викинги терпят Очень неслабо Потери несут Значительные Темпестов Не нужно так далеко Выводить Спускается Хэппи вниз сейчас Но узкий очень фронт Здесь у него через проход Вниз через рампу Выходить тяжело Так Вердосу нужно уйти отсюда Нужно соединиться С приростом Со своим Он как-то Кривовато Он это делает Вот сталкеры приходят Отдаваться Начинают Био спускается вниз Но все равно Потери у Хэппи Очень большие То есть он бегает Зад вперед А темпесты Постоянно Постоянно стреляют Постоянно Дэмэдж его дают Еще сейчас Два темпеста Пролетают На четвертой базе Вердос начал добывать Уже здесь Может быть не гигантским Количеством рабочих Но сам факт Добычи присутствует И 50 То что рабочих 50 И такой гигантский Боевой лимит Был Очень сильно решает Сейчас Так Минус Темпесты Минус Викинги Опять Хэппи Идет вперед Вне ранжа Либераторов Без шансов Против такого количества Земли драться Три атаки Кстати есть У сталкеров Больше грейдов Нету Минус еще один Мародер Вердос Судя по всему Не видит Что у Хэппи Там 1000 баз На дальних подступах Либераторов Нужно фокуснуть Сейчас Вердос Слабенько Это делает Но в итоге Все таки Отфокусил 90 160 По лимиту Минус Хэппи 2-1 Вердос По любому Уже 2-1 И даже Без шторма Обошлось Ну грамотный Микс Успел Отстроить Что тут и говорить 3-3 У Хэппи Не успело Доделаться Грейдов На воздух Недостаточно Викингов Тоже Оказалось Недостаточно Потому что Био По земле Было маловато Чтобы Нормально Вердоса Землю Отогнать Вот последний Налом от Хэппи Идет Но он будет Не очень удачным По земле Там Хэппи Может и пробреет Конечно много Но вот эту армаду Уже из 9 темпистов Ничем не выбить Да Марик подходит Одного дэмэджа Но убрал Вердосу Тоже подконтраливать Таких бы юнитов Не мешало Но Дальше просто Пробревает И пробревает Вердос Четвертую игру Ожидаем Хорош Вердос Орбитальная Так Лирилак Четвертая карта Так Секундочку Сейчас Секундочку Так Все я здесь Ну что 4 минуты Вердос просит Перерыв Хочет отойти Напряжение большое Захотел В туалет Короче Ждем А я напомню Пока перерыв Что очень важно И вы можете поддерживать Данные шоу-матчи Вообще все турниры Шоу-матч есть на главной странице Сейчас я вам скину Продублирую В чатик Пополнять призовой фонд Это всегда приветствуется Ну и естественно Меня и мой канал поддерживают Сейчас я вернусь Через пару минут Нужно зверей как раз покормить Пока Вердос там сходит Ждем Ждем продолжения Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, все я здесь Ждем пока От Вердоса какого-то сигнала Что он готов биться Поехали! Вердос пришел и сказал Запись будет на YouTube выложена Как только она обработается Она будет выложена И на Goodgame, и в группу мою ВКонтакте, кстати, не забывайте на нее Подписываться, там анонсы есть Следующих стримов, там и записи Удобно смотреть, потому что я все туда выкладываю Вот Ссылочку вам дублирую Так, неизвестный 111 рублей добавляет Для призового Он становится 7100 В итоге Спасибо всем Ну что, 2-1 Вердос ведет Как-то пока он, я бы сказал Очень уверенно проводит Эту Bu7 серию Чувствую, что если хэппи выиграет здесь То с превеликим напряжением Ну что, от хэппи опять бил Через Не рипера Через факту Потому что газа будет Больше 50 Готовности бараку Намного Посмотрим, что из этого выйдет Картинка, конечно, зачет Бимулика Надо в группу выложить О, прошу прощения Хуй Упгрейд Спасибо Свипсер Всем спасибо За бульдаров Ну что, маленький крампи выходит Косомочек подстраивает Хэппич Понемножечку Все абсолютно стандартно Марики стоят на рамках Кстати, 4 марика И Так Это не будет 6 мариков Минка передроп Это будет 4 марика Минка передроп Что ли А нет Или 4 марика И даже Это не будет 4 марика 2 минки передроп Это Однобазовая Тема От хэппи Элегантность Пошла С обоих сторон Что Увердоса Однобазовая Что у хэппи Неужели КСМ-ку не видел Видел же КСМ-ку Увердос Ты что творишь Возвращается домой Нет Не заметил КСМ-ку Здесь Марики Отгоняют Мазеркор Сейчас Видит КСМ-ку Увердос Начинает Ее пилить Пилить Ее можно Сколько угодно Но Хэппи Не дает Нексу Заказать Сейчас Увердос Нужно отступать Здесь Минка Хэппи Ушел на Хайграунд Собственно И что в итоге делать Здесь Инженерка Запилена То есть Свердос Я так понимаю Сейчас Сообразил Что хэппи Играет Однобазовый выход С танками С либераторами И он собирается Сделать следующее Он собирается Против танков Имморталов Добавить Плюс гейтовую Всю вот эту массу И еще Видимо Грелочек Подбавить Чтобы либераторов Фокусить Поудобнее было Потому что Других вариантов Что-то я пока Не вижу Что здесь такое Происходит И это все Делается С Нексусом Выход от хэппи Будет очень сильный Посмотрите На лимиты А Это даже Фениксу Сейчас Так Секундочку Ребят Так Прошу прощения Сказал Что перезвоню Ну что Полетел Хэппич Перед Танками В медиваках При раскладке Марики Идут 12 Мариков В старпорте Кстати Помимо Медиваков Ничего и не строится Но выход Очень сильный Эвердост Просчитался Здесь Я абсолютно Был неправ В смысле Перекачка По рабочим То есть То что Много Рабочих Это Под перевод Рабочих Естественно Строются Перекачки Здесь нет Не у хэппи Не у вердоса В данный момент Если ты про это говоришь Прилетают Викинги Феникса Простите Поднимает Вердос танков Адептов Много Один адепт Вперед Выводится Залп По фениксу Пошел Танки падают Вердос Изи Сейчас отбивается Фактически Минка Здесь Живая Она может Прийти Конечно Попытаться Сейчас к вердосу Но Он готов К врыву К этому Кстати Адепты Иллюзии К силнагу Врубают Вот ответ На этот вопрос Как-то давно Кто-то О нем спрашивал Я не помню Ну Тогда мы выяснили А я был не уверен В этом Сейчас абсолютно Точно Я в этом уверен Заходит Вердос Иллюзиями Но не стал Врываться Полностью Что называется Фениксов Добавляет Один летит Вперед Но он только один Желательно парочку У Хэппи Здесь вообще Ничего Фактически нет Обратите внимание Адепты Делают рыв Сейчас А что Вердос боится Посмотрите Здесь 10 мариков Два танка У него и фениксы Есть И все что нужно Есть Второй Вот уже Феникс летит Приходит еще Зилок сюда Но адептов Маловато Правда Вот Сейчас Затянул уже Третий танк Выходит Мариков Все больше Сейчас уже Особо смысла Нет врываться Но Как только Хэппи отступил Хотя нет Там адепты Дэмажные были У Хэппи Чьюса Контроля Иногда Случаются И там Можно было Конечно Отдаться Поэтому Вердос Скорее всего Даже прав Здесь Почему Потому что Если бы он Сейчас наломился И отдался У Хэппи был бы шанс На контратаку А так Вердос Прекрасно Видит Что СЦ Только Только Строится Даже орбиталки Нет То есть Продакшн У Хэппи Одна КСМ Сейчас Пока Там он Две КСМ Будет строить Пока Два Мула Будет Пройдет Ну Очень Очень Много Времени А у Вердос Спокойно Абсолютно Нексус Второй Добывается Твайлайты Добавляются Гейты Добавляются Технологии Лучше Становятся Все Вообще Замечательно И Апсервером Прекрасно Видишь Что Можно Вот Отсюда Залететь Вердос Видит Но Полетел Домой Вердос Отводит Войска Ладно Все Не говорю Ничего Больше Вердос Благосклонен Фениксов Пять штук Но Нужно Шатать Здесь Малеки Уже В минеральной Линии Стоят Минку Здесь Выбил Апсервер Помог Это Все Выбить Феникс Врывается Ксм К-1 Ксм К-1 На этом Все Мариков Много Вердос Видит Стим Улетает Поэтому Так Серк Пу Спасибо Все За поддержку Призового Фонда Всем Спасибо Кто Поддерживает Помните Что Это Важно Потому Что Чем Больше Вы Поддерживает Всякие Шоу Матчи Турмира Тем Больше Их Будет Будущим Променяя Мой Канал Вы Все Знаете Как И Что Премиум Матблоки Реквизиты Или Через Плеер Соответственно Ну а Хэппи Кажется Готовит Выход Сейчас Да Именно Так И Происходит Адептам Доделали Щиты Сейчас Танки Берет Медиваки Сейчас Хэппи Овердос Сам наламывается Что ли Да Приходит Овердос Хэппи Вообще Не готов Бой Нормально Принять Адепты Прям Мариков Рываются Фениксы Танки Поднимают Но Марики Как-то В кучу Отступили Под танки И они Очень Грамотно Там Атакуют Всех Фениксов Фениксы Минус Имморталы По танкам Не попадают В итоге И по Лимиту Сейчас Вердос Минус Разменивается Как-то По-моему У Хэппи Лимит Больше Значительно Стал Сейчас Имморталы Упадет Все Здесь Упадет Вообще У Вердоса Но По экономике Третий Нексус Во-первых Готов Во-вторых Парабам Посмотрите 12 Хэппи Потерял 26 44 По рабочим Совсем Не в пользу Хэппи И Нет Медиваков А не Погодите Что я несу Медиваков До хрена Надо Продолжать Пуш Сейчас С этими Станками Со всеми Делами Попытался Феникса Подрезать Хэппи Не получилось Адепты С глефами Да Адепты С глефами Что не хватило Вердосу Сейчас Чтоб убить Хэппи Он сначала Адептами Ворвался Внутрь Мариков И думал Что Хэппи Уже не отступит И не стал Дальше Иллюзии Посылать А Хэппи Очень вовремя Отбежал вниз В итоге Адепты Вот здесь Оказались А Марики Здесь Куча Под танками Они начали Фокусить Фениксов Танки Начали падать И адептам Раздавать Если бы Адепты Дальше прошли Они прям Внутрь Мариков Ворвались И вот эту группу Ядро Не удалось бы Хэппи Сохранить Возможно На этом Все и Кончилось Но В итоге Все таки Не кончилось На этом Но у Вердоса Опять же Из моментов Очень-очень Отрицательных Сейчас Отсутствие Грейдов Как-то тковых Правда У Хэппи Тоже До вот этого Момента Не было Через Секунду Вот уже Грейд Доделся Все У Хэппи Есть одна Атака И Хэппи Делает выход Вердос Все встречает На Муи В центре Сейчас Обратите Внимание Фениксы Прилетают Мариков Пытается Поймать Адептами Мариков Мариков Ловят Адептами Разваливают Вообще В мясо Там Всех Мариков Фениксами Пытается Зайти Опять Иллюзии Вперед Полетели Так Фениксы Конечно Это хорошо Так Иллюзии Пытаются Мариков Ловить Мариков Тут Ловит Вердос Иммортал По танкам Там Неплохо Поднял Сейчас Поднял Вердос Танки Вот эти Все Хэпи И Хэпи Судя по всему Вердос Не отпускает Оппонента Своего 126-76 По лимиту Вердос Хорошо Подготовился Что я могу Сказать Врыв Адептов Еще раз Идет Телепорт Прям Мариков Сейчас Танк Можно Поднять Хэпи Его забирает Перевозит Дальше Но тут Только Адепт Что уже К сожалению Ничего Здесь Хэпи Не поможет Фениксы Вбивают Медиваки 3-1 Вердос Неожиданно И очень Расклад Сейчас Так Какая У нас Следующая Карта Лилак Ульрина Следующая Карта Создаю Дальше Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Ну что, проблевается сейчас КСМ-ка или не проблевается? Нет, КСМ-ка не проблевается Так, а... Ну что? Хэппи не видел, что у Верди происходит вообще на хайграунде Билд у Верди изменился, обратите внимание, совершенно другой Здесь, кстати, подготовочка идет под вот это все дело Боюсь, что ничего тут прямо такого сильного у Вердоса не получится сделать Тем билдом, что у него вообще происходит Ну что, матчпоинт для Вердоса Если он эту игру берет, то 4-1 и все Гэгэшечка Рассификатор поддержал ваш канал на сумму 250 рублей ровно Спасибо за стрим, Серега Хэппич, давай Кэмбак 3 Кэмбак 3 4-3 Понялся, спасибо за поддержку Ну, конечно, за Хэппи За Императора болеет больше, чем за Вердоса Вот, но Кстати говоря, на мэне запись есть финала Мана против Рога Который закончился разгромом польского Вердоса сегодня Мы до 4-0 счета с Вердосом комментировали После 4-0 я уже один там документировал Вот Так что, кому интересно, смотрите Немножко он и про шоу-матч рассказал Так что, думаю, будет интересно всем послушать Ага, а вот это уже вообще интересно Смотрите, какой необычный билл сейчас у Вердоса И посмотрите, как хэппич просто Офигеть Тут просто нестандарты пошли Что от одного, что от другого Ну что ж, посмотрим, что из этого выйдет Я пока тут поменяю Этикстос Барбос Спасибо, русификатор, тебе тоже за поддержку Так, сканит хэппи Пока выходов нету Вижу оракулов Заходят адепты Заходят сталкеры Оракулов реально много Их 4 штуки здесь Но врыв в лоб сейчас Не, ну это Если бы не было бункера Да С бункером без шансов вообще Очень агрессивный билл от Вердоса И самое главное, что продолжают строиться Вот эти вот юниты Я хэппи, судя по всему, уже понял Пока я писал сообщение вам Что здесь происходит Вердос адептами законтраливает Здесь пошел биллончик Для того, чтобы продолжать давление А вот эта вещь может очень сильно окупить Просто хэппичи сейчас все вот вещи Правда, важно здесь наличие не от муллов По КСМ, естественно, почему бонуса не дают Естественно КСМ кидают золото бонус Адепты заходят Танк здесь будет Вердос врываться Врыв пошел Оракула прилетает На Мариков накидываются моментально Мариков тут Вердос сбривает Все вообще сбривает Прошу прощения Ой-ой-ой, а посмотрите Неужели тут прямо в лоб Вердос пробивает Пепи 64-45 Прям неожиданный какой-то расклад Мне казалось, что Ну Оракула какой-то ПС прям серьезный Внесли Тут и не скажешь по-другому Оракула здесь очень сильно заряжали Но это еще не провал для Кэпи Это еще не ГГ пока Но ситуация очень напряженная Очень опасная Адепты на мейн врываются сейчас Да, врываются именно на мейн Они начинают убивать КСМ Вердос Но Кэпи перевез танки Кэпи пока держится Продолжает терять КСМ Правда 24-37 по лимиту На второй базе выход идет Полноценный сейчас Оракул есть Везде туретки строятся Точнее Два даже Оракула есть И третий строятся Но везде туретки есть Поэтому пробить не получится Есть гейт И Вердос не знает Вот об этом То есть Вердос думает Что у него прям все замечательно Сейчас что он хэпи разваливает Он там бомжует А в итоге-то В итоге-то Вот оно что здесь происходит И Вердос закрепляет Экономикой сейчас пытается Что адепты опять заходят Будет телепорт Да есть телепорт Танк снизу забирает Вердос продолжает здесь Убивать экономику Шесть еще рабочих сбрил Приятного для хэпи мало Но посмотрите на лимиты Они очень и очень близки И сейчас Если Вердос построит Еще Оракулов Некоторое количество Он сможет залететь на мейн Например Можно было бы сделать Что сейчас Вердосу Так, да какой ревелэйшн Ты чуть Оракулы нет Вердос, что ты делаешь Просто фейспан Просто фейспан Мог бы залететь Вердос Четырьмя Оракулами уже И фокус Четыре Оракулы Это пятнаха Это 60 дэмэджа за залп У туретки 250 хп Это очень быстро Значит, с пяти залпов Хотя пять залпов Это много Но скорость атаки Оракулы 0.61 Почти как линк бьет То есть эти пять залпов Проходят моментально Практически 89-80 по лимиту Но боевой почти одинаковый Сейчас Оракулы Вновь залетают Ревелэйшн кит кастуется Будет Вердос врываться? Нет, передумал он врываться Понимаешь, здесь что-то многовато Хэпи Но у Хэпи нету стима сейчас Если Вердос вот ворвется На хай граунд Хотя Хэпи перевезет все вниз Например И что Вердосу делать? То есть он пойдет сюда Хэпи будет танки забирать И просто вытеснять Понемножечку юнитов его Адептов все больше и больше Танки вылетают Сейчас, ну, Ревелэйшн кидается То есть позицию Вердос танков Видит Хэпи пытается тащить И Хэпи очень хорошо Это получается Посмотрите вот сюда Это самое главное И сюда Да и вот на все вот эти три параметра И вот сюда Самое главное И вот Поставлю вам добычу Вы сейчас все поймете Что у Протса На самом деле Время совсем не на Протсу работает Оно работает против Протса Но тут интересные очень юниты Начинают строиться Которые могут подрешать И почему Вердос не хочет Пару Фениксов построить Для меня тоже загадка Чтобы вот эту хрень Сугонять Чтобы меньше вот этих полетов Было всяких Так А здесь просто уже жестокое количество Адептов Ну вот Под адептов Нужно обязательно делать Плюс один Конечно Чтоб КСМ Жестче разваливать Так Здесь уже Хэппи Прям Ну живет спокойно Чисто Залп по Оракулу Минус Оракул На минку Нарвался Сейчас Вердос Опс Хэппи понял Что здесь что-то не то Сканит Видит Что здесь масс Масс Адепты Темпест прилетает Прям первым же Темпестом Прилетает Вердос А почему первым Почему не Решил Что надо Хэппи выживать Выдавливать Отсюда Да варф Адепты еще идет По два Темпеста Строится Вердос Врывается Адептами Нужно ли принимать бой Сейчас Я не уверен Что нужно Так Телепорт Адептами пошел Минки делают Залп Неплохие Оракулы Где-то сзади У Оракулы Демеджем своим Вообще не помогают Этому замесу Вердос Разваливается В хлам Просто Ребятки Это 2-3 Это Хэппи значит Что в игре У нас будет Следующая игра Шестая Скорее всего Я не вижу Вообще Как Вердос Может здесь Изменить Ход этой битвы Но Если бы он подождал Вот если бы он сейчас Не наломился У него было бы Уже сейчас 4 темпеста Буквально через минутку И 4 темпеста Плюс такой микс Это уже хорошо Можно было бы Позиционно биться То есть Не давать Хэппи пройти Вот сюда Обойти И как-то То есть Не надо было Просто наламываться Ну а сейчас Я думаю Как бы Вердос Не старался Уже к сожалению Момент этот упущен Хэппи приходит Ко второй базе Хэппи начинает Разваливать все По лимиту Катастрофа По боевому лимиту Двукратное преимущество 33 пробки минус Ну и в этой ситуации Уже все очевидно Что беда Посмотрите как темпест Эффективно работает Хэппи Вот Третья база Хэппи Ставится Ну вот она Третья Где зарешала Потери в этой игре Увердоса Ёма 6.30 На 14 Почти что Потерим Вообще Вердос Там великолепно идет Бегаем Фу Вердос Вердос Провально идет Хэппи Великолепно идет Конечно Ну что Возможно Нам понадобится Даже все 7 карт Какая дальше У нас Под террасой Приона Следующая карта Создаем Ну что Всех наверх туда Можете поддержать Напомню Шоу матч Ну и мой канал Еще Поддержать Естественно Так Хэппи Не зашел Но он сам Может прыгнуть Он же По real ID Добавлен Поэтому Все окей Так Не знаю Готов ли хэппи Сейчас будем Начинать В любом случае Поехали Добавлен Ну что Ребятки 3-2 4-1 Вердос Не потащил И Хэппи Может Камбэчить Ой-ой-ой А вот Это уже Это уже Что Это уже Вот что-то Вот здесь Вот что-то Что-то Какой-то Спешл Тактик Сад Хэппи Видимо Хочет он Подблощить Золото Вердос Но это Очевидный Момент Боится Что Леницуса Первого Не знаю Почему так Боится Вердос Вроде Не замечен Был в таких Билдах Особо Никогда Ну Хэппи Все равно В общем-то Запиливает Там Инженерку Вердос Выходит Видит Это Все Вердос 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 И в итоге Готово 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 К прилету Минок Стандартных Хэппи И Марика Это Хороший Вопрос Если Оно Будет Не готово Например То Можно Получить Демеджи С перебором И проиграть Эту игру Автоматом Просто Сейчас Уже Надо Робо Ставить Вердос Что Собственно Он и делает Он понимает Что Хэппи После Такой Темы Наверняка Будет Играть В Дроп Минок Но В итоге Вместо Раннего Нексуса То есть Вместо Ранней Добычи Золота Одинаково База Заказана И Для Тирана Это Очень Хорошо Почему Потому Что Здесь Мул Вообще Не Будет Сильно Даже Решать Бенджамин Фрэнклин Поддержал Ваш Канал На Сумму 100 Рублей Ровно Либо Эйшен Из Камин Спасибо Бенджамин Фрэнклин Почему Потому Что Мул Здесь Не Будет Особо Решать Здесь Золото Хэппи Просто Нужно Будет Рабочий Как Эвердос Пораньше Перевести На Золото И По Добыче Будет Все Замечать Спасибо Всем Еще Раз За Поддержку Поддерживатели Хэппи Что Медивак Летит Минка 6 Мариков Здесь У Хэппи Стандартная Вердос Не Стоит Минеральная Линия Это Очень Большая Ошибка С его Стороны Нужно Уводить Все Минка Делает Залп Кстати Две Пробки Потерял Минке Залп Выманил Это Важно Хэппи Минку Уводит Сейчас Но Вердос Некоторое Время Не Добывал Вот Если Ты Уверен Что Аппонент Будет Играть Перед Дроб Минок Всегда Юнит Нужно Держать Не Вот Здесь Где А С Вероятного Направления Дропа И Поближе К Минеральной Линии Даже Здесь В Минералах Возможно Почему Сюда Дропаются Достают Если Облетает Дропается Сюда То Пройти Буквально Пару Миллиметров Но Нужно Все Грамотно Среагировать Голосовал Уже За Кого Болеете Кто Выиграет Клайлайт Форжа Увердоса Робу Бэйна Второй Ну Опять Колоссы Плюс Один Сталкером Блинк Как и В предыдущих Играх Ввердос Играл Так и Здесь Будет Отыгрывать Судя По Всему У Хэппи Три Барака Начали Работать Два На Лабораториях Один На Реакторе Старпорт Сидит Сейчас Перелетит Он Вот Сюда На Этот Реактор Это Очевидный Момент Нужно Медиваки Начинать Строить Уже Хэппи И Третья Цц Пошла Инженерка Есть Не Работает Ничего В ней Вообще Не Делается Пока В данный Момент А Плюс Один Тиран Вы Конечно Любой Расе Тиран Вообще Один Один Конечно Био Приятно Делать Что Один Один Очень Сильно Решает Потому Что Там И 2 2 Потом Близко Очень Всем Расом Грейды Решают Естественно Но Просто У Тирана Все Очень Гармонично Инженерка Для Туреток Там Грейд Здесь Грейды Набьет Уже Выход Пошел И Марики Там С Единичкой С Армор Это Хорошо Другим Расом Протес Протес Могут Нагнать За счет Паржей Там Потом За счет Густов Ну А так Гордов Тоже Делает И В итоге Он Будет Опережать Серьезно По Грейду Хэппи Правда Третьего Нексуса Пока Нет У него И Не Планируется Здесь Фотон Рабочек Смотрите Как Фотон Вот На Этой Карте Обратите Внимание Просто Пример Того Как Нужно Ставить Фотон Она Близка К Центру И Ближе К Направлению Вероятного Врыва То есть Вот Отсюда Перекрывает Почти Всю Минеральную Линию И Стоит Так Что Ни Минералы Не Блощит Ни Газ Вообще Только Тут Чуть Рабочие Ну Они Вообще Даже Не Криво Особо Ходят Фотон Так Ставить Очень Хорошо Это Даже Видно Невооруженным Глазом Как Говорится Видит Вирдос Здесь Марики Ходят С Медивак Рядом Можно Попытаться Их Сбрить Сейчас Блинкнуться Вниз Фокуснуть Медивак И Убить Так Видит Вирдос Что Здесь Хэпи Рядом Блинка Ждет КД Обсервера Хэпи Сбил Но Вирдос Все Медивак Убил Но Хищный Хэпи Внимателен Конечно Увидел Что Вирдос Следит За Ним А Хэпи Не Любит Когда За Ним Следят Естественно Медивак Был Уничтожен Вижу Призму Вижу Плюс Два Вижу Рейндж Колоссом Вижу Плюс Один Вижу Чнее Сталкером Сталкером Адептом Грейт На Скорость Атаки Резонирующей Глеха Но Сталкер Уже С Глинком Можно На Ксилнаге Сталкер Одного Оставить Сканет Хэпи И Прямо Под Сканом Нексус Заказывает Вирдос Здесь Уже Третья Сэшка Вылетает У Хэпи Все Замечательно По экономике Хэпи Вообще В плюсе По экономике У Хэпи Либератор Есть Он уже Готов К тому Что Вирдос Делает И Под Вот Этот Билд Уже Хэпи Вирдос Ну Никак Темпестов Не сможет Построить У него Экономика Слабая Но Он делает Выход Кстати Сейчас Шатать Собирается Даже Не Шатать А просто В лоб Убивать Пытаться Ну Это Будет Очень Напряженно Сделать Вирдосу Безусловно Либераторы Здесь Уже Есть Их Много Достаточно Обсервера Терять Вообще Здесь Не нужно Было Здесь Нужно Было Остать Пошел Врыв От Вирдоса Либератора Фокус Раз Фокус Второго Либератора Третьего Фокус Танк Упал А что У Хэпи Вообще Есть У Хэпи Второго Отфокусить Нет возможности Там Третий Вылетел Вирдос По лимиту Проседает Ну Экономики Хэпи Сбрил Немножечко Но Экономика В итоге У Хэпи Все равно Не слабее Чем у Вирдоса Смотрите У него 43 ксм На 45 пробок Учитывая Мулов До пути рано Даже лучшая Экономика Сейчас Идет Хэпи Вперед Кстати Перестимпаченный Очень жестко Он там Но Вирдосу Нужно Давить И не продавить Особо Стимпач Сэпи Выдвигает Вперед Либератор Раскладывается Фокуса Либератора Я чуть не вижу Только потом Вирдос Отфокусил Все эти сталкеры Хорошо очень Подрались Отходит С колоссом Вирдос Сейчас дальше Пытается Фокуснуть Колосса Ничего не получается Вроде бы Вирдос Неплохо Дерется Но Преимущества По экономике Нет Поэтому Это все Бессмысленно Если не убить Если не продавить А убить Не получается Либераторов Уже Реально Много Причем На одном Направлении Не один Либератор Здесь два Разложено И здесь два То есть Только Из этого Рэнжа Можно Фокуснуть Кого Можно Даже Хрен знает Кого Здесь Фокусить Непонятно Кто Что Там Из Либераторов Контролит Зайти С другой Стороны К третьей Цц Видимо Я не знаю Вирдосу Нужно Ну Хэппи Уже Перекрывает Все направления Абсолютно Зайти Не так Просто Тем Более Адепты Есть С Таковосом Ладно Сюда Зашел С Талкерами Заблингнулся Зашел Пошатал Другими Требитами Так Не Сделать Иммортал Вирдос Вирдос Подстраивает 110 123 По Лимиту Хэппи Копица Хэппи Больше Рабочих Хэппи Больше Боевого Лимита Вирдос Армор Делает Сейчас Третий Нексус На крест Полностью Начал Добывать Здесь Кроме Газа Одного Нужен Свич Вирдос То ли В шторм То ли Во что-то Что будет Контрить Вот это Все Дело Темпест Уже Невозможно Построить Темпест Слишком Дорогие Свич Темпест Здесь Экономика Не позволяет Сделать Складывается Хэппи Идет Вперед Под Блинг От Вирдос Раз Либерат Мюс Два Три Четыре Посмотрите Как Вирдос Зашел Агрессивно Но Либераторов Достаточно Чтоб Все Остальное Убить Вирдос Уходит Ему В спину Либераторы Очень Жестко Стреляют Адепты Падают И Не хватает Вирдосу Армии Здесь Это Три Три Ребятки Решающая Карта Сейчас Будет Решающая Карта У нас Какая Давайте Посмотрим Руины Сероса Гигантская Карта Ну что Пару минут Перерыв Надо сделать Я думаю Решающая 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 так я спрашивал вердоса о перерыве почему бы что он сейчас на проигрывал и некоторые игроки иногда паузу берут чтобы осознать что происходит как тайм-аут в спорте по сути дела как бы там посидеть в порядок привести соображалку но вердос рвется в бой поехали не удержим просто мистер вердос ну что же предполагал я что может быть так ну прям вообще напряженно очень у нас все проходит чуточку фп-шечки от хэппи скб рейт скб рейт так респект он яндексу но на 822 рубля поддерживает призовой фонд он становится 8000 рублей у долларов перевалили принципе на такие шоу матчи можно и буржуи звать есть такой призовой будет чувство добрых и думаю многие согласятся сыграть даже чуть больше моего всех приветствую смотрю народу то прям сколько собралось но противостояния очень даже ничего идет поэтому поэтому все верно да напомню что кончился финал кончился финал тинга турнира мана против рога мана был разгромлен там 05 он сыграл запись на главной правда на гг-плеере естественно юз на youtube и не выложить данного шоу матча будет выложена запись на youtube поэтому кто не видел всем привет во первых кто в записи смотрит вот ну и решающая игра у нас вот и хотел я сказать то что в той записи тинга где был финал я с вердосом комментировал четыре игры пятую один он пошел разминаться перед матчем уже с хэппи чем так что можете смотреть так ксм кувердос отфокусил цити адепт как блин а вот а кто-то там плакал что great не работает не great а а патч не работает на адептов был бы сейчас адепт до патча он бы этим этой ксм к этим думариком объяснил бы кто кто чё где место и моряки поняли что их место возле чего параши конечно же а сейчас моряки объяснили адептам просто но они стали сильнее адепту одному загнали его туда где ему место короче говоря куда там процессы куда там процессов загоняют туда и загнали собственно говоря а у хэппи танк старпорт и cc-шка строится плюс он сможет подхарасить вердоса в итоге ночи к 32-24 по рабочим преимущество парабам хорошее и что мне нравится вердосе что мне нравится вердосе у него вот в этом шоу матче он говорил что он с ботвинником тренингс и готовил там билды и он действительно подготовил билды во всех практически играх но не во всех разные в 7 конечно но несколько разных билдов было то есть сейчас не скажу три или четыре хэппи разбирается с камнями cc-шка в орбиталку медивак сейчас будет готов танк полетит естественно харасит без мариков я уверен полетит да смысл 4 марика этих смешных дать они ничем не поддержат вообще тем более что они демоджены 2 из них но кстати медивак сейчас вылечит пропал звук может тебя контузило неожиданно я не знаю куда он там мог пропасть иначе у тебя медивак прилетел 2 уже и пи ничего пока не предпринимает ну можно сейчас 8 мариков танк не знаю дробщик сделать и пошел вперед просто мариками танк на обороне в итоге здесь инженерка добавлять второй танк стимпак будет но очень позднюю хэппи вердос играет тоже очень надежно через blink stalker 47 33 вот это уже интересно это уже интересно что это должно быть то вообще такое сканит хэппи сканит вторую видеть что здесь юниты стоят вердоса минус адек вот такие потери вообще вердосу не нужны совершенно сейчас на ровном месте что называется так а где вот они на мэне два оборонительных оракула что ли или что это так что они здесь висят и чего они ждут то вот можно лететь сюда можно лететь сюда нигде ничего нету два оракула это просто я не знаю рабов можно на убивать просто там ну реально гигантское количество хорошо вердос сейчас зашел медиваку не дал мариков забрать но хэппи убил stalker вердосу одному но в дроп в итоге потерян скан оракула обнаружено все уже ими ничего не сделать будет просто ну неожиданного ну вердос видимо их для ревелэйшна просто строил зачем два тогда одного достаточно было третий нексус скоро будет готов уже у хэппи третий база а нет вот она кстати но это не единичка и что очень важно в не единичке нужно понимать всегда что не единичка это не полноценная база третья она у проц может полноценной стать путем телепорта части пробок там двух баз распределения на третью мазеркором и возвращение домой особенно на этой карте вот особенно на этих респах ротс очень удобно было бы это делать но тиран не может просто тупо перевести ксм он может спалить свою базу и она только в минус в итоге будет но он может перевести медиваком туда рабочим медиваки по древелэйшнам и я так понимаю хэппи вообще не собирался этого делать поэтому окупать эта база себя ну очень долго будет то есть конечно вердос сейчас впереди по экономике по всему по лимиту он впереди третий нексус у него очень ранний здесь оракулы пытаются полетать что прохарасить до сих пор сталкеров такое гигантское количество за счет того что вот здесь вот у хэппи база ниндзя нычка вердосу до сих пор можно прилететь просто на халяву здесь на убивать много всего кстати причем вердос постоянно кидает ревелэйшн он же видит что здесь просто юнитов ну минимум почему он стоит сталкерами вообще ничего не предпринимает ими не обязательно просто заблинкиваться и пытаться убить заблигался депошку убил прибежал хэппи ушел назад тем более что стимпака еще не было ну хэппи вердос конечно же не знает там тайминг стима но он видит что щиты есть подозревает что и стим видимо есть короче не суть вердос не стал лезть боится отдаться но по лимиту в плюс и хорошо он сейчас хорошо идет но опять же ты вот хоть эта база долго и окупается третья нычка нитя но с другой стороны есть очень большой минус и для процесса в этой базе потому что если он действует как сейчас вердос не агрессивно то есть он думает что 2 базового тирана и он очень большом пульсе сейчас находится он видит третью ццшку на цц кстати очень позднее это может на подозрение какие-то да посмотрите видишь что ццшка поздняя и едет сюда вот что в итоге это вполне очевидный момент что если тиран так пассивно стоит и у него ццшка только-только строится становится очевидным что что-то он на самом деле мутит там и вердос понял поехал разведал в итоге по лимиту вообще в плюсе но если бы вердос не разведал в чем опасность для вердоса бы была в том что он бы неправильно оценивал потенциал тирана и он бы просто бы в итоге бы мог бы разваливаться ццшку хэпи уводит нужно выходить сюда на третью базу вот сейчас смотря на лимит кажется что просто это гг уже тирану но еще не вечер ну давайте посмотрим миксы 25 адепт 2 амортала 13 сталкеров адепты с глефами сталкеры с блинком 2 оракула ревелэйшн постоянно вообще как вердос грамот блин просто великолепно ревелэйшном работает вот в этой игре тиран вообще ни секунды без вижу на не стоит то есть все время протас видит где тиран находится и фениксами можно поднять танки оракула дают vision то есть позицию можно и дэмэджем помочь адепты ворвутся сталкеры на блинке тоже ворвутся и мортала тоже очень хорошо сейчас вердос идет вперед но вот если он побоится сейчас наламываться то он может отдать эту игру если он сейчас будет наламываться я думаю что шансы пробрить сейчас хэпи близки к я не знаю процентам 90 потому что ну по лимиту увидеть какая ситуация просто колоссальный плюс для вердоса сейчас заходят феникс и блин как же криво заблинкивается сталкерами просто жесть какая то вот это нужно было делать тогда когда я говорил в начале в самом вот эти депошки подрезать сейчас это депошка хэпи вообще как слону не знаю дробина она ничего не значит абсолютно здесь уже нужно как-то прогонять тирана с третьей базы четвертую вердос тоже не контролит прям под носом добывается так 12 сталкеров ревелэйшн очередной пошел феникс улетают подтягиваются имморталы подтягиваются штормовики вердос еще и в шторм выходит но тих по технологиям закрепляет очень неплохо не лезет дает возможность хэпи скопиться хэпи скапливается причем очень серьезно он скапливает 160 уже его лимита это тяжело уже темписты пошли но блин сейчас темпист еще мазершип вердос построили строят технологии просто до хрена но посадку где провал сейчас хэпи уже 22 вердос плюс одну одну атаку сделать все больше ни хрена не делает чего-то ждет сейчас дождется 200 лимита тирана четвертую не отконтролил и просто это будет провал жесткий хэпи кстати говоря зря не строят гастов ему госты здесь очень сильно помогли бы без грейдов вообще печаль полная ни на воздух там ни на землю продолжает тут ничего делать сталкеры заходят что это происходит вообще такое непонятно это происходит минус 20 лимит а здесь и сейчас просто называется я бегаю зад вперед и теряю 20 лимит а ну бывает что тут могу сказать штормы кидает вердос бедный мародер будет ли вердос его ждать не знаю наверно подождет всей толпой еще один либератор минус начинает темпистами прессовать причем всех темпистов сюда ведет мародер такой проснулся ооо что-то жестко у меня отходняк после стазиса пошел домой спокойно никто его не ждет повезло мародеру пеникс и летает заметил базу вот эту сбрил рабочих пытается хэппи идти вперед как на штормы жестко попадает ой 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 как хэппи идет по штормам где же сплит этот великолепнейший от хэппи который он не раз демонстрировал нет сплита выходит кривовато но по лимиту равная ситуация уже примерно равная и для вердоса мало здесь хорошего а в первую очередь мало хорошего для вердоса я уже говорил почему потому что вот два-два тиранов в 1-0 просто одна атака все нет вообще грейдов больше нету гастов много темпистов сплевает уже хэппи вердосу с помощью мариков с помощью либераторов идет вперед темпистов не остается по лимиту вердос проседает что что делать шторм где шторма нету гмп пошло шторма как не было так и не будет в итоге нету энергии да вот только накопилось но хэппи каким стеком сейчас ходит один шторм упал сейчас жестко если бы было пару штормов хэппи бы сейчас в мясо бы слился но пару штормов не было вердоса хэппи разворачивается пошел назад у вердоса четвертый нексус добывается четвертую база тоже тут мулами добывает вердос не контролит нужно просто сжать и вырубать этих оракулов хэппи заметил раньше простите не оракулов конечно же мулов а ракулом нужно вырубать но вердос не контролил там хэппи прилетел убил а убил оракула в итоге здесь добыча вообще практически не полноценная но мулов миллиард там добывает по минералам прирост это база значительная дает добычу у хэппи выше и стадисные ловушки на 4 базе от вердоса хэппи приходит мародер не блочит посадку базы и все великолепно вообще штормов нужно значительно больше сейчас варить хэппи пятый нексус вердос ставит простите вердосу штормов читает все путаю то то хэппи оракулами там убивает то вердосу штормов варпит вердос мародерами бегает ну уже у хэппи 200 фактического вердосу 175 залпы идут очень жесткие от вердоса темпистами отступает емп получает если энергия есть энергия на штурм два шторма пошли но два шторма мало в данной ситуации вердос пытается будет принять либераторов миллиард по земле проблемы минус вердос 90 в 170 4 3 комбэй щит хэппи здесь уже все очевидно в этой игре какую игру вердоса отдал нужно смотреть демку браться за голову не будет не заснуть будет вора ворочаться ночью вот думать о жизни ладно не буду перебарщивать своем разгоне а то это будет перебор на самом деле смешного здесь мало короче вот такие вот дела ребята ну что было бы опять да вердос затащил ребят мне нужно двигаться на сегодня я все сегодня больше ничего не будет завтра приходите завтра очень плотный день завтра у нас будет во первых стара лига очень важно и тому же матче финальные практически начинаются во вторых завтра в 17 00 начнется бобра лига где также вы сможете увидеть и верди и хэпи это будет в 17 00 это будет 1 8 призову уже почти тридцатку но от кип бета я еще кстати надо да написать кип бету чтобы там запиливали вот короче ребят всем пока запись на ю тубе до завтра было весело спасибо что пришли все народу до хрена поддерживайте шоу матч и поддерживайте меня и мой канал если так будет дальше то будет больше шоу матчей конечно же